Встреча с алматинским хайратом и набрал уверенности. Встреча с алматинским хайратом и набрал уверенность. Поступающие в красной форме, в красных футболках. И футбольный клуб «Охжитпес» в белой форме с синими полосками. Сейчас мячом футболисты команды «Охжитпес». Пока они вводят мяч из аута, давайте я озвучу стартовые составы команды. Начну, пожалуй, с гостей. Сейчас идет контратака в исполнении футбольного клуба «Охжейка». Выигранная передача на Фрамцову, но спасают ситуацию защитники футбольного клуба «Охжитпес». Но пока в игре паузы, давайте я озвучу составы. Вернемся к составам. Итак, основной состав футбольного клуба «Охжитпес», который сегодня является гостями сегодняшнего матча. Итак, в основном составе выступает первый номер – Саша Стаменкович. Это голкипер команды «Защитники». Восьмой номер – Данил Чертов. Семьдесят седьмой номер – Александр Чижов. В двадцать девятый номер – Джозеф Нейн Ионе. Одиннадцатый номер – Виталий Волков. В восемьдесят восьмой номер – Серж Бандо Анганбе. В восемнадцатый номер – извиняюсь, пятнадцатый номер – Антон Куксин. Шестой номер – Ильнур Мангуткин. Девятнадцатый номер – хорошо известный нам Марат Хайруни. Сейчас атакует футбольный клуб «Охжей». К сожалению, судья фиксирует офсайд на Хромцове. Поторопился Хромцов с выбором позиции. Итак, вернемся к составам «Сенегорцев». В нападении играет десятый номер – Альбек Булешев, он же капитан команды. Кстати, Альбек Булешев, ветеран казахстанского футбола, сегодня празднует 35-летие. И, возможно, он отпразднует свой юбилей забитым голом. Но, конечно же, болельщик футбольного клуба «Охжей», болельщик, который сегодня находится на трибуне, надеется, что этого, конечно же, не будет. И Альбек Булешев уйдет с поля с поникшей головой, плохим настроением. Ну, ладно, вернемся к составам. Сейчас Жахов Кужамберда попытался обыграть троих защитников футбольного клуба «Охжей», но он был зафиксирован фолом нападений. Итак, основной состав футбольного клуба «Охжей». Сейчас мячом футболиста «Охжей», пас на Руслана Валиулина, удар, поворотом, спасает защитник команду. Было довольно опасно. Это уже второй выпад Руслана Валиулина. Правда, в первый раз был зафиксирован «Охсайт», сейчас он добился своего и ударил поворотом. Итак, основной состав. Кстати, очень интересно развивается игра. Не дают мне сейчас озвучить основной состав футбольного клуба «Охжей». Итак, в основе галкиктер Роман Багаудинов, который отразил пенальти в прошлом матче, в матче с алматинским Кайратом. И, возможно, набрал уверенности, пока мы его не видели в игре, поскольку доминирует сейчас хозяева поля. Сейчас Альбек Булеш попытался навязать борьбу, но хорош Еркин Топалов. Итак, первый номер – голкипер футбольного клуба «Охжей» Роман Багаудинов. 55-й номер – Предрек Говидареца. 6-й номер – защитник Саша Колунья. 16-й номер – центральный полузащитник Фредди Коронель Артист. 83-й номер – центральный защитник Данила Николич. 20-й номер – нападение сегодня играет Олег Хромцов. 9-й номер – левый полузащитник Руслан Валиулин. 33-й номер – Эдуард Сергеенко. Он играет сегодня с правой полузащиты. 26-й номер – правый защитник Еркин Топалов. 11-й номер – Сергей Гридин. Сегодня он вышел в основном составе. И 28-й номер – Захар Коробов. Главный тренер команды – Толгат Марванович. Бойцов финнов – бывший, тоже хорошо известный болельщику. Не новичок в казахстанской премьер-лиге. Мы с вами это прекрасно знаем. И капитан команды. Футболец, который пополнил состав Аджейка в этом году. Пререк Гавидареце. Главный арбитр сегодняшней встречи из Астаны – Тимур Кумашев. Сегодня судит. Я не назвал главного тренера футбольного клуба «Ужит-Пес». Я думаю, что все знают, кто тренирует эту команду. Это тоже хорошо известный нам тренер, специалист, российский специалист Владимир Муханов. В свое время он тренировал футбольный клуб «Ахтубе» в течение многих лет. И пять раз приводил его к золотым медалям. Потом Владимир Муханов ушел с поля зрения казахстанской футбольной общественности. Потренировал команды из России. Но потом вернулся в Казахстан в качестве главного тренера «Ужит-Пес». Сейчас попытался прорваться по левому флангу футболиста «Ужит-Пес», но не дали ему прорваться. С мячом Сергеенко. Но мяч уже вернулся к синегорцам, к гостям. Перекатывает мяч в середине поля. Давайте, что касается противостояния этих команд, то бишь историю личных встреч. Сейчас Фредди Коронель отобрал мяч с мячом Гавидареце. Может возникнуть контратака. Это умеет делать футболист Акджейко. Николич с мячом попытался сделать диагональную передачу на Валиулина. Но Валиулин, к сожалению, не сделал забег вперед. Мяч ушел за пределы поля. История личных встреч этих команд за всю историю чемпионата Казахстана Акджаих и Ужит-Пес. Кстати, обе команды раньше назывались иначе. Акджаих назывался Батас. В свое время Акджей-Пес назывался Кукши-Тау, Кукши. Еще множество названий. Сейчас и под разными названиями они выступали в чемпионате Казахстана и пересекались на поле. Сейчас нарушил правило. Вновь нарушил правило Жаха Кужан-Берде. Мяч ведет игру Роман Багаудинов. Итак, за всю историю чемпионата Казахстана Акджаих и Ужит-Пес сыграли ровно 15 матчей. Это не только чемпионат Казахстана, но и кубок. Конечно же, сюда не входят товарищеские матчи. Только исключительно официальные матчи. И в этих 15 матчах полное преимущество имеет за собой Акджаих. 9 побед, 4 ничьих и 2 поражения. То есть, это означает, что Ужит-Пес только всего лишь 2 раза победил Акджаих в 15 встречах. За всю историю личных встреч было забито 34 мячей. Из них 24 забиты футболистами футбольного клуба Акджаих. Самый крупный счет, который был зафиксирован в пользу Акджаих, это счет 3-0. Самое крупное поражение Акджаиха от Ужит-Песа это 2-3 и 0-1. То есть, эти две победы, которые Ужит-Пес одержал в матче с Акджаиком, они одержали только с преимуществом в один мяч. А вот Акджаиху приходилось громить эту команду, счет был зафиксирован со счетом 3-0. Итак, эта статистика была предоставлена сайтом Wildstart.ru. Итак, что можно сказать по этому поводу? Полное преимущество, абсолютное превосходство над своим соперником в истории личных встреч имеет футбольный клуб Акджаих. Но в этом матче все может измениться, абсолютно все, потому что Ужит-Песа уже проводит второй сезон высшей лиги. Акджаих только в этом году вышел в премьер-лигу. Конечно же, за спиной футбольный клуб Акджаих есть немало сезонов, вышли и сейчас правым флагом атакует футбольный клуб Ужит-Пес. Сейчас прострел на угловой, сейчас Марат Хайрулин будет навешивать штрафную. Штрафную. Справа играет, справа в составе Ужит-Песа играет Серж Пандо Анганве под 88-м номером. Это камеродский легионер. 88-го года рождения, то есть молодой. И он в этом сезоне уже провел все три первых тура в составе команды. В общем, Анганве удар по воротам, мимо ворот. В этом матче Ужит-Пес имеет все шансы на реванш, улучшить статистику личных встреч, потому что она имеет, этот состав является более опытным, нежели состав футбольного клуба Акджаих. Акджаих только в этом году вышел в премьер-лигу. В прошлом году команда испытывала проблемы в той же первой лиге, в первой половине сезона. Акджаих долго не мог выйти в тройку лидеров чемпионата. Сейчас Иркин Топалов перехватывает мяч, передает на Олега Хромцова. Хромцов переводит на фланг Сергеенко. Пойдет ли он обыгрывать? Нет, хотел пустить вперед Фредди Коронеля в выверенной передаче, но, к сожалению, мяч был перехвачен. В прошлом году, как я уже отметил, Акджаих выступал в первой лиге и первой половине сезона. Они испытывали проблемы. Потом главным тренером был назначен Толгат Маронович Просюфинов. После долгих паузы в своей карьере он вернулся в футбол в качестве главного тренера футбольного клуба Акджаих. И, знаете, буквально за несколько месяцев он поставил ту игру, которую желали болельщики, которую желало руководство. И после этого только появился шанс на выход в премьер-лигу. И появилась стабильная игра своей философии игры в нутроатакующем стиле. Сейчас был удар в исполнении Гридина, но он... Звук записываешь. Громко разговаривать нельзя? Прошел выше ворот. Итак, с приходом Байсуфинова игра Акджаиха преобразилась, и потом появился шанс на выход в премьер-лигу. И в первой лиге Акджаих под руководством Байсуфинова начала просто разносить команды своей соперники. И в скором времени вышла на лидирующую позицию. И только, знаете, только в последнем туре матча с Булатом им удалось оформить путевку в высшую лигу. Заветную путевку, которую желали болельщики, которой желало руководство. Ведь Уральск это тот город, который заслуживает того, чтобы их команда выступала в высшей лиге. Радовала своих болельщиков в премьер-лиге. Но в составе уже Песа выступают такие опытные игроки, как Марат Хайрулин, который раньше выступал в составе футбольного клуба Актобеста и становился чемпионом Казахстана. Пятикратным чемпионом Казахстана под руководством того же Владимира Муханова. Тот Актобе был очень сильной командой, лицом казахстанской премьер-лиги тех времен. Я имею ввиду, когда ее тренировал Владимир Муханов, он поставил очень красивую игру. Многие называют ее стиль этой игры спартаковским. Некоторые называли этот стиль похожим на тики-таку Барселоны. Некоторые делали аналогии с игрой Арсенала. Но Актобе был свой стиль, конечно же, похожий больше на западный с перепасовкой. Сейчас Хайрулин с мячом. Нарушает правила футболиста Акжейко в центре поля. И сейчас назначен штрафной. Давайте посмотрим на повторе. Был ли зафиксирован штрафной справедливо. Марат Хайрулин сделал передачу в центр поля. К сожалению, мы не увидели этот момент. Похоже, что сам Руслан Валиулин сигнализирует, что сыграл мяч. Удар поворотом Хайрулина. Мяч попадает в стенку и уходит за пределы поля. Корнер фиксирует сузе. Алибек Булешев идет разыгрывать его. Скорее всего, навешивать штрафную. Сегодня, кстати, в составе футбольного клуба Акжейко вышел Сергей Гридин, нападающий высокого роста. Так что Акжейко можно рассчитывать на то, что Гридин будет бороться на втором этаже как в защите, так и в нападении. Сейчас он как раз таки находился в штрафной площадке. Пришел на помощь в защите своей команды. Конечно, с таким ростом ему легче действовать на втором этаже. Ну что ж, ждем навеса в штрафную в исполнении футболистов Акжейко. Играть головой Гридин умеет. И надо... Сейчас с мячом Марат Хайрулин. Интересно, всегда было интересно посмотреть на котировки букмекеров. И перед матчем букмекеры дали следующие коэффициенты. То есть на победу хозяев поля 2,83 коэффициент. На них еще 3,4. На победу гостей 2,49. Это букмекерская компания «Олимп». Букмекерская компания «Марафон» победу хозяев поля оценивала на 2,88. Ничья оценивалась 3,50. Победа гостей... Победа гостей добавился коэффициент 2,38. Что это говорит о том? Это говорит о том, что даже букмекеры сами не знают, чего ждать от этого матча. Сейчас было нарушение на правом фланге. То есть букмекеры... Что хотелось сказать о коэффициентах букмекеров? То есть букмекеры сами не знают, чего ждать от этого матча. Я думаю, что никто не знает, чего ждать. Потому что совсем непонятно, как будет играть Анжей после победы над Хайратом. Они получили моральное превосходство, моральный импульс. И теперь этот импульс может сыграть им пользу. Что касается Ухжитпес, то они в прошлом туре тоже одержали первую победу против футбольного клуба «Тараз». До этого они сыграли ничью и потерпели поражение. В первом туре, извиняюсь, Ухжитпес сыграл с Павлодарским Иртушом в гостях и потерпел минимальный поражение шашлетом 1-0. Гол тогда забил Сергей Малов. После этого поражения во втором туре Ухжитпес у себя на поле принимал алматинский Кайрат, который сильно хромает в этом сезоне. Но, к сожалению, они не смогли добиться победы. И матч был завершен со счетом 1-1. Тогда гол забил Альбек Булешев с передачи Марата Хайрулина. Но, к сожалению, матч завершился в ничью и Ухжитпес заработал всего лишь 1 очко. Вот в третьем туре Ухжитпес заметно улучшил свою статистику, победив Жамбулский клуб. Победив «Тараз» со счетом 3-1 сейчас было очень опасно штрафной футбольного клуба «Тараз». В третьем туре Ухжитпес победил «Тараз», как я уже отметил. Когда голы забили Альбек Булешев с пенальти, Антон Чичулин и Серж Бандо Ганбе. Ассистировал ему Виталий Волков. Крупная победа над «Таразом» тоже, наверное, дала психологический спункт для синегорцев. Так что обе команды, можно сказать, находятся в психологическом моральном подъеме. И сегодня мы можем ждать от этих команд только красивой игры. Сейчас у главу исполнения футбольного клуба «Акжейк» не принес никаких дивидендов для команды. С мячом сейчас уже «Синегорцы». «Ганбе сейчас боролся за мяч». Ну нет, с мячом вновь футболисты «Акжейка». «Гавидарец» с мячом. «Коронель». Как я уже отметил, было сыграно уже три тура и постепенно турнир на таблице начинается что-то более-менее расставляться по своим местам. Сейчас лидером турнира на таблице является Иртыш, который за три тура не пропустил ни одного гола, одержал три победы. Кроме того, они забили семь мячей. Команда под руководством Димитра. Димитр очень хорошо играет в этом сезоне. Его приход тоже сыграл положительную роль на игру команды. И теперь Иртыш является одним из фаворитов чемпионата наряду с футбольным клубом «Астана». На фоне того, что Ахтубей и Хайрат в этом году практически самоустраняются в начале сезона, на фоне этого Иртыш наряду с «Астаной» является безоговорочным фаворитом чемпионата. Настоящими, прямо сейчас, можно сказать. «Акжейк» находится на пятом месте с четырьмя очками. У них на одну очку больше, чем «Акжейк». «Акжейк» находится на седьмом месте чемпионата Казахстана с тремя заработанными очками. Напомню, «Акжейк» в прошлом туре победил Хайрат, тогда голы забили на спинальте Фредди Коронель. И, если я не ошибаюсь, то это был Руслан Валиулин. Да, Руслан Валиулин с передачи того же Фредди Коронеля забил мяч головой. Этот гол стал победным и принес первые три очка. И вообще первые очки в этом чемпионате. Как вы, наверное, могли заметить, сегодня футболисты-сенегорцы, футболисты футбольного клуба «Ужит Пес» вышли в траурных повязках. Дело в том, что в семье Антона Чичулина, правозащитник команды, произошла трагедия. Умер кто-то из близких в семье Антона Чичулина, и поэтому сегодня в футболистах «Ужит Песа» вышли в черных траурных повязках. Мы приносим соболезнования Антонию Чичулину в связи с этой утратой. Вновь с мячом футболисты «Ужит Песа» создается ощущение, что они больше владеют мячом в этом матче, нежели хозяева. Но каких-либо острых атак, острых выпадов пока что не наблюдается. Сейчас левым флангом атакует Рахап Кужамберде. Попытался сыграть в стенку с Булешевым, но безрезультатно, причем уже Сергеенко. Обыгрывает защитника, но тут же теряет мяч. Мяч уходит за пределы поля. И так с мячом футболисты «Ужит Песа» команды. Это был Волков с мячом. Перевод на правый фланг Нганбе. Волков. Сейчас мяч на левом фланге. На верх штрафную. Удар поворотом. Очень опасно было. Очень опасно. Новый команд Багаудин на месте. Выбрал правильную позицию. Перевел мяч на угловой. Очередной угловой в исполнении «Ужит Песа». Пока что не приводит никаких им дивидендов. Мы видим, как устремился в свою штрафную площадку Сергей Гридин. Очень опасный гол. Гол. К сожалению, для болельщиков футбольного клуба «Акжаик» гости забили гол и сделали это с углового. К сожалению, рост Гридин не спас. Смотрите, Алибек Булешев. Миниатюрный Алибек Булешев. Рост его буквально достигает 170 сантиметров. Ему удалось забить гол на втором этаже. Побороться. Дело в том, что сам Гридин, высокорослый Гридин, не смог дотянуться до мяча. Вот Булешеву это удалось. Я задумал, что сегодня он празднует 15-летие. И сегодняшний гол является отличным празднованием. Отличным поводом для того, чтобы «Ак» праздновать. Ну что ж, как теперь будет действовать футболисты «Акжаика»? Несет ли корректировки «Талхат Басюфинов» по ходу первого тайма? Пока что имели только единственный момент. Поворотом бил Руслан Валиуллин. Но тоже безрезультатно. Сейчас зафиксирую на офсайт. Фиксирую на офсайт у Гридина. Нет, конечно. Я тебя умоляю. Ты как вылетел, заглянил, вверх, а не вылетел. И пропустили в мячик. Вообще, если, наверное, вы заметили, то в игре кукшетовской команды можно заметить отголоски игры того самого «Ахтубе», который тренировал Вадимир Муханов. В одении мячом, комбинации. Пока что они не отточили. И пока они еще не отточили этот стиль игры. Но пока... Но есть еще время у «Житпеса». По ходу этого сезона улучшить свою игру. Сейчас перевод на фланг. На левый фланг. Жахат Кужамберде. Но вновь зафиксирован офсайт. Да, наверное. Слышишь? Ходит мешком попробовать. Мы видим на повторе, как был забит первый гол этой встречи. Альбек Гулешев переправляет мяч после скидки. Сейчас мы увидим, кто делал скидку. Это был Куксин. 15 номер правой защитной команды. Который вышел в этом матче вместо Антона Чичули. Зафиксирован фол на половине поля гостей. И сейчас Фредди Каранель будет исполнить штрафной удар. На безштрафную. Поставят команды футболисты. У «Житпеса». Мы помним, в прошлом сезоне в составе «Житпеса» играл никто иной, как Дмитрий Сычев. Легендарный нападающий российского футбола. Но, к сожалению, впечатлить тренерский штаб ему не удалось. По ходу сезона забил всего пару-тройку голов. И по завершению этого сезона покинул команду. Сейчас он поскольку выступает в Азербайджане. Но это еще информация не проверена. Вновь зафиксирован штрафной. Теперь уже фол нападений. Напомним, счет 1-0 в пользу гостей. Пока игра проходит в центре поля. Сергеенко с мячом. Допалов. Перевод вперед на мяч. По всей видимости, он не достанется Сергею Гритнину. Сейчас очень опасно, но Сергей Гритнин вновь оказался в офсайде. И очень много фиксируется офсайдов в этом матче. В нынешнем межсезонье футбольный клуб «Акжей» уже замена происходит. Мы видим, как резервная судья выходит с табличкой. Видим, это связано с травмой Олега Транцова. Он ее заменяет. Вместо него выходит 24 номер. Здорово, Я jetzt과hawie как и stuff. Это связано с табличкой. Да, сами 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 выходит. «Амleri Транцов», «Акажей» уже ждет 2 номерами Аб 피уковов, это связано с травмой. Потому что особых стыков с участием Хромцова не было, просто я думаю, что Талат Моронович решил ввести корректировку уже по ходу первого тайма. Это был Захар Коробов, если не ошибаюсь, да. Сегодня он действует на левом фланге. Очень хороший защитник, повидавший много. В сегодняшнем межсезоне по ходу сезона команда пополнили очень много футболистов. Например, сейчас я скажу вам конкретно, кто пополнил команду в этом сезоне. Пришли Эдуард Сергеенко, который сегодня правый полузащитник, за спиной которого немало играет за сборную Казахстана. Он очень опытный. Ему далеко уже за 30. Кроме того, команду еще пополнили Предрега Видарица, сербский полузащитник, который в свое время играл за Иртыш под руководством Талата Байсуфинова. Затем команду пополнил Фредди Коронель, парагвайский центральный полузащитник. Для него это дебютный сезон в чемпионате Казахстана. По словам Талата Байсуфинова, Фредди Коронель оказался большой находкой для команды. И действительно в этом сезоне Коронель своей игрой доказывает, что он является лидером этой команды, ведет игру, диспетчер, является диспетчером. И благодаря его голу и голевому пасу в прошлом матче была одержана победа над Хайратом. Очень важная победа, потому что есть поговорка, по которой как начнешь, так и поедешь. И поэтому в футбольном клубе «Акжейк» по зарезу нужна была победа. И в матче с Хайратом, в матче третьего тура, именно Фредди Коронель стал главным героем той победы. Кроме того, кроме этих трех игроков, команду в межсезонье еще пополнили Саша Колуни, это сербский защитник, и Данила Никольевич. Сегодня они оба действуют в центре поля, являются центральными защитниками. Кстати, очень неплохо начался сезон Данилы Никольевич. Захар Коробов пытался навесить штрафную, но Анганбек воспрекрасывал его пасу. Причем, в 23-24, он уж бегален. Так и непонятно, в чем причина замена Али Хромцова. Возможно, Толдат Басифунов попытался ввести корректировку в игру. Было видно, что перевод на правый фланг, Анганбе, с ничем, очень опасный прострел, штрафную на месте Роман Багаудинов. Сейчас он увидел на повторе, Арат Харюм сделал навес на Анганбе, направил в фланг. Прострелил Анганбе, прострелил на Романбе, прострелил на Романбе, на Багаудинов. Очень опасно сейчас было. У ворота уже Теса. Сейчас, возможно, режиссеры покажут нам повтор. Я пропустил этот момент, когда смотрел повтор предыдущего момента, предыдущего эпизода. Идет перепасовка в центре поля. Марат Хайрулин, Грибек Булешев, главные действующие лица этой перепасовки. Видно, что команда играет в комбинационном стиле. А вот так же их больше напоминает, свою игру напоминает клубы английской премьер-лиги. Силовая борьба, весы, вертикальные передачи, вертикальные передачи. В центре поля, в центре нападения действует высокорослый футболист. Все это напоминает стиль игры английской премьер-лиги. Вообще, если вспомнить противостояние Владимира Муханова с Палатом Байсюфинов, когда они были тренерами футбольного клуба Автобе и Иртыш, соответственно, еще с тех пор было заметно, что они исповедуют свой стиль игры. Прививают их своим командам. Так, например, Автобе играла в комбинационном стиле, а Иртыш проповедовал вертикальный футбол. Сейчас мычем Жахапку Жамберда, перевод на левый фланг. И за всю историю противостояния всегда победу одерживал, в основном победу одерживал Автобе, главный тренер команды. Главный тренер той команды был Вадим Иртыш Муханов. И вот видно, что отголоски той игры есть. И мы видим отголоски того противостояния в этом матче. Иртыш Муханов. Зафиксирован штрафной фол нападений в исполнении Эдуарда Сергеенко. Очень много фолов, очень много офсайдов фиксируется в сегодняшнем матче. Много борьбы. Пока в безопасных моментах развивается игра. Больше владеет мячом Ужит Песе, но это было понятно. Но пока каких-либо острых контратак в исполнении Эльжейка мы не видим. Также в этом году, в нынешнем, в прошлом межсезонье, сейчас досмотрим атаку. Вновь зафиксирован офсайд. Очень много офсайдов торопятся нападающие обеих команд и оказываются вне игры. В нынешнем межсезонье команду Владимира Муханова пополнили несколько игроков. Тот же Анатолий Богданов, Игорь Юрин, Александр Алхазов, Марат Хайрулин, Антон Чичулин, Джозеф Нейн, Жахат Хужамберде, Серж Бандон, Ганбе, Саша Стамменкович, Ристы Ристович. Все эти игроки являются новичками этой команды и пополнил состав в этом игре. Грубый нарушенный правильный. Сусан Галюрина на левом фланге. Сейчас футболист Акжейко будет исполнять штрафное. В 39-й минуте уже первый тайм постепенно подходит к своему концу. И этот штраф очень нужен гол и раздевалку. Гол и раздевалку дал бы положительный рампус для этих игроков на составе. В этом игре. В этом игре. В этом игре. Это был опасный. Сейчас мы его зафиксировали на голове. Да, зафиксировали на голове. И у нас Фредди Корональ идет исполняет стандарт. Прошлый матч с подачей Фредди Коронелла Штрафную Сейчас мы увидим В прошлом матче В прошлом матче с Хайратор Именно с передачей Фредди Коронелла Он забил победный бой И в основе штрафную У нас возвращается Коронелла Был в переводе штрафную Протай Лапа Очень довольно опасный стык Между Кузкиным и Валиулиным Присинентрованный номер Сергеенко Сейчас уже на левом фланге Может быть очень опасно Против него действуют два футболиста Но Сергеенко очень технично Мы помним Переводчик штрафную Не дошел мяч на штрафной Коробов Как-то без зуба действует футболиста сегодня В центре поля Кужамберде Кужамберде на левом фланге Воспитанник Тарасского Школы футбола В свое время Он пробовал свои силы В столичном клубе В Астане Но не прижился в этом Коллективе И в этом году он уже выступает Под руководством Вадимира Муханова В составе Ужитпес В целом это отличный шанс Для Кужамберде Доказать свою состоятельность Пробиться в сборную Казахстана Благо Он является кандидатом И конкуренция у него Не слишком большая Какой-либо особой Примечательной скоростью Ему помрачительную технику Или дриблингом Он не обладает Зато я заметил У него есть футбольный интеллект В отличие от других футболистов Казахстана Интеллект И вообще интеллект является Очень основополагающим фактором В игре в футбол Сейчас Вновь нарушение правил Зафиксированных в центре штрафной Что я хотел сказать По поводу Жаха Пакужамберде Вообще Стоит пристально наблюдать За его карьер Вот против него Было нарушено только что правило Сделал это Саша Николич И получил Кстати Желтую карточку Первая желтая карточка Встреча Висит на желтой карточке Теперь центральный защитник Ахжеика Штрафное в исполнении Сегодняшнего именинника Алибека Булешева Может быть очень опасным Напомню Первый гол был забит со стандартным Но нет Багаудинов Вот на этот раз Багаудинов на месте И перехватил мяч Не вяжется игра Не вяжется игра Не вяжется игра У обеих команд Мяч отстрелает в центре В поле Едва достигает до штрафной Сейчас может быть очень опасно Боятся действовать Видно что боятся действовать Центральный защитник Против Сергея Гридина Очень сложно Навязать ему борьбу Мы помним Сергей Гридин Является воспитанник Алматинской школы В первое время Он очень поздно раскрылся 24-25 лет Он начал стабильно забивать После этого Вызвели в сборную И в первой же игре за сборную Дебютной игре Он забил два гола Очень опасно Сейчас может быть Удар по воротам Выше ворота Выше Было довольно опасно Сейчас мы увидим На повторе Был на Последний момент Штрафную Вратарь ошибается И удар Воспал Гавидарец Придор Гавидарец Пробил выше ворот Но был удар Справедливости ради Я отмечу Что был Гавидарец Пробивал с разворота Поэтому ему очень Было неудобно бить Тем более С нерабочей ноги Не надеюсь Моменты Будут еще возникать Сейчас Коронель с мячом Был запрос Не нашел адресата В принципе Он был адресован На высокорословой Грильдене Но Стаменкович Был на месте Кстати Стаменкович Часто сгибается В этом матче Очень опасно Что сейчас Было Это был Нганбэ Если не ошибаюсь 88 номер Услан Валиуллин Попытался Обыграть Кускина Но против Его Кускин Решает правила Молодой защитник Антон Куксин 95-го года рождения Напомним Напомним В этом сезоне Отменили правила Обязательного Лимитчика Согласно которому В составе Обязательно Должен выступать Футболист Не достигший 21-го лета 21-го года вернее Сейчас мы видим Как резидентный Арбитр Добавляет Выходит с табличкой В первом тайме Была добавлена 1 минута До завершения Первого тайма Остается всего 30 секунд С мячом Владеет Гости Напомним Счет 1-0 в их пользу И Теперь их задача Сейчас Больше владеть Мячом И завершить тайм С приемлемым Для них Счетом Марат Хайрульин Был на ваших экранах Ветеран Казахстанского Футбола Воспитанник Сейчас Очень опасно Завершается Первый тайм Давайте его Подытожим С мячом Больше всего Владели Куболисты Джиппеса Не комбинировали У штрафной площадки Хозяев Поле И в итоге Забили единственный Гол первого тайма Автором мяча Стал Алибек Булешев Капитан команды Именинник Сегодняшнего Матча Которому Ему сегодня Исполняется 35 лет И Своё Юбилей Праздновал Забитым голом Что примечательно Он забил Гол Он забил На втором этаже Сейчас возможно Наши коллеги Организуют интервью Но Посмотрим Как будет развиваться С событиями А пока я с вами прощаюсь Через 15 минут Мы вновь выйдем в прямой эфир И будем наслаждаться Этой замечательной игрой Этой 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 Им Они Этой Продолжение следует... 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 Минь. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Но не сказать, что пока каких-либо суперопасных моментов пока не возникает. Сейчас Гридин все пытается навязать игру защитникам у Житпеса, но пока что не получается. Видно, что Гридин находится в самой лучшей форме. Все мы знаем, на что он способен. В прошлом сезоне, в половину сезона, если мне память не изменяет, он провел в Юрмальском Спартаке. Вторую половину сезона провел в Житпесе. Так что эта игра для него является символичной. В прошлом сезоне ему не удалось убедить тренерский штаб Сенегорцев в своей состоятельности. В составе команды он провел дюжинный игр и отметился парой-тройкой забитых мячей. Сейчас может удастся получиться контратака. Нет, перехватывает мяч. И вновь это делает парагвайский полузащитник команды. Акжейк. Иркент Апалов с мячом включает он в игру Багаудинова. Первые два тура в основном в составе Акжейк. Ворота защищал Наблад Холменов. Молодой защитник. Ой, извиняюсь, молодой голкипер. Сейчас Гридин с мячом. Очень много борьбы. Сейчас он Ганбе. Теряет мяч Камерунский полузащитник. Вновь теряет мяч в обористах Акжейка. Очень много потери. Хайрулин. Пытался сыграть стенку Сабулешева, но тут же теряет мяч в обористах Акжейка. Много борьбы, много потерь. Именно так можно охарактеризовать эту игру. С мячом. Подопечный Талвата Байсуфинова. Захар Коробов. Перед ним открытое пространство, но... Какой-либо скоростью или хорошим дриблингом Коробов не обладает, к сожалению. Чтобы прорваться по флангу. Здорово вышел на второй тайм Жахаб Хужамберд. Мы видим, он очень активен. Больше действует в центре поля. Ахайрулин. Был переведен на левый фланг. И на позиции медиапунты, позиции плеймерика, сейчас выступает Жахаб Хужамберде. Но, возможно, это временные меры. Вообще видим, что все футболисты, которые играют под нападением в составе в ЖПС, они играют свободно, меняясь позициями и постоянно носят путаницу плановых защитников Ахжеика. Сейчас Сергенко выбивает мяч вперед. Вот эта вертикальная игра в исполнении Ахжеика, она пока не приносит каких-либо плодов. 12 минута второго тайма идет. И, наверное, уже пришла пора рассказать о тех игроках, которые не попали в основной состав, но находятся в заявке и по ходу второго тайма могут усилить игру. И уже с 60-ой минуты, я уверен, пойдут замены. Итак, резервио. Сейчас вернемся на поле. Может, сам Валиулим очень активен. Сейчас удар по воротам. Очень опасный, Гавидарец. На добивание. Мяч уходит выше ворот, к сожалению. К сожалению, да, болельщики. Конечно, понятно, что... Видим сейчас на повторе, как спокойно. Выборную позицию пробивал, если ошиблась, а такой коронавирус. Это такой план, а Шбекалин. Но Саша Стаменкович, который в первом тайме довольно неудачно провел два неудачных выхода из ворот на этот раз. Он показал все свое мастерство на линии ворот. Сейчас мы увидим. Готовится замена. Составляется для того же, чтобы мы ходили дальше. Я предполагал, что замена начнутся в 60-е моменты, но Байсуфинов решил вытянуть резину. Сейчас на поле выйдет 23-й номер. Это Николай Забродин. Николай Забродин, воспитанник уральского футбола. Между прочим, чемпион Казахстана в составе футбольных клубов «Автубер». Заминяет он Эдуарда Сергеенко. Уходит на поле еще один нападающий. Это говорит о амбиции в полгахе Сюфинова. Конечно же, он не может быть доволен подобным птичьим обстоятельствам. На поле выходит еще один нападающий, который способен забить. Который способен изменить ход игры в пользу своей команды. Кроме уже вышедших на замену Николая Забродина. Был довольно опасный час у ворота. Учиталской команды был поворотом Руслан Валиуллин. Если не ошибаюсь. Сейчас мы видим на повторе, как Коронель навесил штрафную площадку. Руслан Валиуллин очень хорошо действует, кстати, на голову. Несмотря на свой низкий рост. Но, к сожалению, ляч ушел в высший ворота. Кроме вышедших на замену Куануши Бегалина и Николая Забродина, усилить игру во втором тайме могут еще пятый номер Иван Антимпов, центральный полузащитник. Нападающий восьмой номер Алексей Мальцев. Четырнадцатый номер, левый защитник Бауржан Амаров. Семнадцатый номер Сергей Шевцов, он центральный полузащитник. Сейчас было довольно опасно. Получает травму в стыке футболисты обеих команд. Это... Саша Стаменкович. Сейчас мы видим на повторе. К сожалению, я упустил этот момент. Я извиняюсь за это, уважаемые телезрители. Столкнулся вышедший номер 23-й номер Николай Забродин и колкипер гостей Саша Стаменкович. Сейчас медицинская бригада обеих команд оказывает помощь футболистам. Я надеюсь, нет ничего серьезного в этом столкновении. И в скором времени эти футболисты вернутся в игру в полном здравии. Ну, хотелось бы, чтобы... ...последняя замена Толгата Байсофина была условлена вынужденными мерами. Мне кажется, все обошлось. Их скоро. Даже Забродин не покидал перед его поле, так что все нормально. Слава Богу. Это очень опасный ворот. Роман Абагауддин, но он на месте. Спас ситуацию в данном моменте. Еще футболисты Альжевика. Раслан Валиуллин. Фредди Артис Коронель. Вновь нарушение правил. Вновь нарушение правил на половине поля гостей. И ничего не меняется. Вновь свечом Фредди Каронель. Это значит, что, скорее всего, последует передача в штрафную. А там у нас Гридин. Руслан Валиуллин, который хорошо действует на втором этаже. Саша Николич. Фредди Каронель. Фредди Каронель. Все не могут сыграть головой. И... Космобеж штрафнул. Куксин выбивает мяч за пределы своей штрафной. Космобеж штрафнул. 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 и изменится в лучшую сторону. Зафиксируем. Еще одна замена. На поле выходит Алексей Мальцев, восьмой номер. Заменит он Сергей Гридина, который ничем особо не запомнился по ходу этой встречи. Ну что ж, посмотрим, как изменится игра с выходом Алексея Мальцева. Всю свою карьеру он провел в футбольном клубе «Акжеик». Забил немало голов, ввел за собой команду в определенные промежутки времени. И надеемся, что конкретно в этом матче проявит свои лидерские качества Алексей. По крайней мере, болельщики заполнены до отказа стадиона «Акжеик». Надеются на это. И если сегодня команда проиграет, то это станет третьим поражением в четырех торах. Напомню, в прошлом туре была одержана первая победа футбольного клуба «Акжеик» против «Алматинского Хайрата». Тогда голы забили с пенальти Фредди Коронель и Руслан Валиулин с передачи того же Фредди Коронеля. Вообще здорово зарекомендовал себя брагвайский полузащитник. Юркий, техничный. Ведет за собой игру. Вообще, те качества, которые я только что назвал, они свойственны южноамериканским футболистам. Сейчас как раз-таки Коронель с мячом переводит на левый фланг. Гавидарец навешивает страфную. Может быть опасно, но... Голкипер гостей спасает ситуацию. Убивает мяч на поле, далеко на поле. Сейчас по Жамберде с мячом, который разом пытается обыграть защитника, но... Верконтопалов уже приноровился технике, стилю игры шаха по Жамберде. Напомним, Жамберде является футболистом, воспитанником футбольного клуба «Тарас» 1992 года рождения, кандидатом в национальную сборную команды. Провел, если не ошибаюсь, одну игру за сборную Казахстана. Вновь Коронель с мячом. Легкая перепасовка в центре поля. Корбов нарушает правила. Но было видно, что он сыграл не в мяч, и сейчас следует желтая карточка. Еще одна желтая карточка. Третья по счету, и все эти три желтые карточки были показаны футболистом, хозяев поля. Очень грубо играет сегодня хозяева поля. Но это обусловлено стилем их игры. В такой вот такой британской манере играет Ажиик. В принципе, это свойственно тем командам, которые играют под руководством Талгата Басюфинова. Мы помним, какая была философия игры Паладарской команды ФТШ. Иртыш под руководством Басюфинова сейчас требует свистка болисти Иртыша. Извиняюсь, Ужит-Песа. Но судья символизирует, что нарушения правила здесь не было. Сыграл мяч защитник команды Ажиик. Лежит на поле. Серж Инганбе, он иронский полузащитник. Видно, что ему больно. И на поле уже медицинский персонал сейчас будет оказывать ему помощь. За это время они могут выиграть время, сбить темпы игры. Подходит своему концу 73-я минута игры. Пока счет 1-0 в пользу гостей Кучитовской команды Ужит-Пес. Весьма неинтересный матч мы с вами наблюдаем. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, сезон только начинается. Это четвертый тур. Обычно разгар... Только к пятому-шестому туру начинается вырисовываться игра. Команды казахстанской премьер-лиги. И в данный момент очень много потери мяча, брака в передачах. Очень много борьбы и многозатратного футбола. И все это идет в ущерб игре. Красота теряется, но красота это не самое важное в футболе, как мы знаем. Важный результат. И этот результат сегодня в пользу гостей. С мячом Мальцев. Нужно предпринимать какие-либо активные действия нападения для Аджейков. Для Аджейка. Белеста Аджейка. Коронет с мячом. Борюли. Оказался он на правом фланге. Коробок с мячом. Николич. И вновь ошибка в передаче. Куаныш Бегалин является футболистом, который недавно пополнил состав команды. Видно, что он еще встраивается в игру, адаптируется. Его выход на поле ничем особо не знаменовался. Единственное, чем он запомнился, это в моменте, когда он ударил поворотом, обыграл защитника на замахе и сделал выверенный удар. Правда, Багаудинов был на месте. С мячом Мальцев на левом фланге. Попытался навесить штрафную. Сейчас следует навес штрафную. Очень опасно. Удар с дальней дистанции. С этого ракурса я увидел очень опасный мой мяч. Ушел, разминулся со штангой. И какой-либо опасности для Стаменковича этот удар не представлял. Сейчас Стаменкович будет вводить игру в мяч. В целом, что можно сказать по второму тайму? Во-первых, отодвинуть игру от своих ворот футболисту Макжейко удалось. Из той комбинационной игры, которая присутствовала в первом тайме в исполнении футболистов Ужит Песа, она сейчас уже во втором тайме отсутствует. Но теперь, несмотря на агета, каких-либо дивидендов, сейчас был удар в исполнении Волковой, если не ошибаюсь, но мяч разминулся со штангой. Отодвинуть игру от своих ворот утолось, но тем не менее, все-таки без зуба действует нападение футболиста Евжейко, а замены не принесли никаких плодов. Сейчас желтая карточка. Быстренько разыграли игру. Удар по воротам. Гол! И это гол! Вновь Решлан Валиулин забивает. Понятно. Кумир Кумашев, Кумир Кумашев отменяет этот гол. Кумир Кумир. Мы видим негодование на лицах футболистов Аджейко. Совсем непонятно, почему отвинил гол Кумир. Я предполагаю, что это связано с тем, что они разыграли мяч. Посмотрите на судью. Он не остановил мяч. До того момента, как был забит гол. Как-то нелогично действует судья. До того момента, как мяч оказался в сетке, судья сигнализировал, что нужно играть, продолжать играть. Но тем не менее, как только мяч оказался в сетке, Тимур Кумашев отменил этот гол. Аргументируя это тем, что нужно вводить мяч игру после свистка. Очень неоднозначное решение судьи отменить этот гол. Я понимаю негодование болельщиков. Насколько гол бы забить чисто. Мне кажется, тут не должно быть каких-то сомнений. Сейчас за замену составляет бюджет Песа. На поле вышел Жаслан Молдокараев вместо Алибека Булешева, который отметился голом сейчас опасно на втором площадке бюджет Песа. Но НОВ нейтрализует своих соперников, защитники бюджет Песа. ОТС Алибеков ОТС 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 что судья ошибся в данном эпизоде. Вернее, это даже не ошибка, это просто нелогичное поведение арбитра. Напомню, что сегодня судит игру главный арбитр. Это Тимур Кумашев. Он из Астаны. Возможно, после этого матча он подвернется к обструкции со стороны болельщиков. Захар Корбов сейчас не дотянулся до мяча, не хватило ему скорости. Все три замены Акжейкобы уже были использованы. Напомню, на поле вышли к вам Шпигалин, Николай Забродин и Алексей Мальцев. Но каких-либо кардинальных изменений в игре не произошло. Сейчас показана еще одна очередная желтая карточка. Получает третий карточку 17-й номер футбольного клуба «Ужит-Песа». Жаслан Малакараев, который только что вышел на поле вместо Алибека Булешина. Идет 82-я минута встречи. Счет 1-0 в пользу гостей Пушитовского «Ужит-Песа». Автором единственного мяча стал Алибек Булешев. Мяч только что потерял Алексей Мальцев и продолжится игра после ввода из-за аута игроками «Ужит-Песа». Сейчас на правом фланге мяч. На правом фланге Марат Хайрулин переводит в центр Волков. Тоже Амберден на левом фланге. Против него действуют два защитника. Нейн, Волков, Куксин. Вновь Куксин с мячом на левой фланге. В целом, очень грамотно действуют игроки в защите обеих команд. Не давая что-либо создать нападение. Очередной штрафной в исполнении Фредди Коронавия. Пока эти штрафные не приносят никакого результата. Но я надеюсь, что... Молдакараев, перевод на правый фланг. Сейчас может возникнуть контратака Хайрулин. Перевод на правый фланг. Молдакараев, прострел, штрафнули. На мячу колокольный ворот, никого не коснувшись. Сейчас мы уже на повторе. Трое против двоих. Даже четверо против двоих. Нападение Молдакараева. Молдакараева нанесет своего адресата. Еще одна замена в составе гостей. На поле выходит Ристович. Сербский полузащитник, 88-го года рождения. Смечал футболиста Джейк. Он уж бегал. Но тут же теряет мяч. Не удается что-либо создать. Он уж и бегалин. Мы видим, что он действует более глубже. Чем, допустим, Мальцев или Забродин. Развивается у штрафной площадки Акжеика с мячом. Волков. Хайрулин с мячом. Водит из-за аута Хайрулин. 86-я минута встречи. Остается 5 с небольшим минут до завершения матча. Расторжение футболистов Акжеика сегодня в 5 минут для того, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Но пока каких-либо предпосылок к этому мы не видим. Что можно сказать по поводу игры Акжеика? Видно. То, что в межсезонье пополнили несколько игроков. Этот факт не остается бесследным. Многие футболисты адаптируются, встраиваются в игру. Сыгранность, можно сказать, на минимуме. И поэтому очень много брака в игре. Даже победа над... Победа над Кайратом не придала какой-либо положительного импульса для футболиста Акжеика. И не сильно оказала влияние на игру. Все так же пока без зубов действует нападение. Ну, это вопрос времени. Надеюсь, что без нас такой специалист Баса Финус идет. В сторону Женина не уверен, что он поставит удар. А тем временем в штрафной. Исполнился того же Коронеля. Навежь в штрафную площадку. Опасный удар по воротам. Мимо. Мимо ворот. Это была одна из последних попыток сравнять счет. Заработать хоть какое-либо очко. Ну, что касается игры Сенегорцев. В целом видно, что в составе их команды играют более опытные футболисты. Которые тот же Волков много сезонов провел в составе Тобола. Жахат Кужамберды является кандидатом в сборную Казахстана. Хайрулин. Ясно полагающий игрок. Умар Тобей сейчас с мячом. Мальцев проявляется по правому флангу. Наверх в штрафную площадку. Торопятся. Слишком торопятся игроки. Альжеевка. Темпы игры. Пытаются навязать очень высокие темпы игры. Но качество пасса это не позволяет. Обходит как советчик в своих соперниках. Блин, стучит песен. Сейчас топал смешан. Забрутан. И Пуджи теряет ночь. Восемьдесят девятая минута уже подходит. Начинается восемьдесят девятая минута. И счет 1-0 в пользу Пуджитовского Жит-Песа. Захар Коробов пытается прорваться по левому флангу. Дает передачу на Валюлин. Валюлин, передача в штрафную. Перехватывает мяч футболисты Жит-Песа. Попытка была включить в игру Жахар Пахужамберда в свою вертикальную передачу. Но вновь безрезультатно. Оказалось, что Хайрулин сыграл опасно против Роди Коронора. Но судья говорит, что нужно продолжать игру. Топалов поделезает мяч у Жахар Пахужамберда. Навешивает штрафную. Удар поворотом. Мина. В очередной раз в мяч уходит мина Барата. Четыре минуты добавлено до снижения времени матча. А тем временем... Тактическую замену проводит Владимир Маханов. На поле выходит седьмой номер, Санаджи Маханов. И заменит он... Сейчас мы узнаем, кого он заменит. Марата Хайрулин, да. Очень интересную встречу провел. Интересную игру провел Марат Хайрулин. Вел игру. Он комбинировал с Булейшевым и Хожамберда. Думаю, что вклад в победу... Думаю, что Хайрулин внес его победу. Санаджи Маханов в команде уже без замены. В команде уже без замены. Местер Кападану 19. Марата Хайрулин на поле вышел. Грег под МСИ. Санаджи Маханов. Видим, что Молдокараев выдвинулся вперед теперь. А Санаджи Маханов будет действовать в центральной зоне. Сейчас с мячом футболисты Аристович. Остается всего лишь 2 минуты до окончания матча. Есть еще шанс забить 1 гол. Хотя бы 1 гол. Потому что бы сравнять счет и заработать очко. Но тем временем мы видим, что Коронель... С Коронелем все в порядке. Он возвращается в игру. Не хотелось бы, чтобы Фредди получил травму. Без него было бы совсем уж туго. Я не имею в виду конкретно этот матч. Я имею в виду весь сезон. За короткий промежуток времени Коронель превратился в одного из ключевых игроков в составе Акжеика. Сейчас продолжает атаковать футболисты Аюжи Песк. Жохлоп Кужамберде с мячом на левом фланге. Может получиться достаточно опасная атака. Сейчас перевод на правый фланг. Аристович. Смещается в центр. Удар по воротам. Гол! В стиле Робена забивает. Аристович обыгрывает с защитником. Смещается в центр. Хлестким ударом. Сейчас мы увидим на повторе этот гол. Увидим, как Старменкович празднует гол вместе с... Сейчас мы... Это, к сожалению, не удалось посмотреть повтор, но надеюсь, что по окончании матча мы увидим этот прекрасный гол. Думаю, что мы... Что этот гол, гол сербского легионера Риста Ристовича окажется среди лучших голов этого тура, а возможно и всего чемпионата. Вот что значит класс. Человек вышел. Пару раз коснулся мяча. И буквально из ничего сделал гол. Увеличил преимущество. Теперь уже шансы на ничью. Ну, шансов практически нет. У Аджейко нет. Скоро мы услышим свисток, который сигнализирует о завершении матча. Вот и он. Матч четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу между командами Аджей, Уральский и Ужекресковых счетов завершается. С отсчетом 2-0 в пользу гостей. Авторами голов стали Алибек Булешев, который забил с передачи молодого защитника Купсина. И второй гол забил на 92-й минуте. 93-й минуте забил сербский легионер Ириста Ристович, который вышел на замену. В свою копилку Аджейко заносит очередные 3 очка. Это вторая победа подряд сенегорцев. А вот Аджейко терпит уже третье поражение. И, к сожалению, опускается, скорее всего, опустится на несколько строчек в турнире таблицы. А я с вами прощаюсь. С вами был комментатор Айбек Нигмет. И до скорых встреч. Будьте здоровы. Сау-болу-миздер. АПЛОДИСМЕНТЫ Всем спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ ГОЛОДИСМЕНТЫ ДВАЙ! 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 ГОЛОДИСМЕНТЫ ИСИТИТЕЛЬ ТЕБЕ! ГОЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok